Секретарь Совета Безопасности России Николай Патрушев совместно с полномочным представителем президента ДФО Юрием Трудневым во Владивостоке провели выездное совещание. В нем принял участие и в Рио Хабаровского края Михаил Дегтярев. Основными темами совещания стали защита населения от угроз возникновения чрезвычайных ситуаций, а также обеспечение безопасности дорожного движения. В последнее время в Хабаровском крае лидирует по количеству ДТП, в том числе и тех происшествий, которые закончились смертельным исходом. Говорили и о мерах, которые планируется принять для пресечения правонарушений в сфере добычи и переработки вводных биологических ресурсов. Подробности далее. Юрий Труднев прямо в начале своего выступления поднял вопрос защиты населения от чрезвычайных ситуаций. Эту тему он обсуждал во время визита в еврейскую автономию и Хабаровск в начале недели. Отсутствие должного контроля со стороны Министерства природных ресурсов Российской Федерации, плохая организация работы в правительствах, особенно Хабаровского края, привели к тому, что за последние 7 лет так и не построено необходимое гидрозащитное сооружение. В том числе не осуществлена защита стратегически важного для страны предприятия в Комсомольске-на-Амуре. Вместо работы происходило заключение расторжения контрактов, судебные процессы, неоднократные поручения правительства России тоже ни к чему не привели. Считают, что Министерство природных ресурсов и Федеральное агентство водных ресурсов и регионы с этой работой справятся не в состоянии. Если они не смогли эту работу выполнить за 7 лет, то ждать дальше, наверное, нет никакого смысла. Юрий Трутнев сообщил, что уже обратился к премьер-министру Михаилу Мишустину с предложением централизовать вопросы строительства защитных сооружений и поручить контроль за исполнением работ Минстрою России. Не менее важным вопросом стало обсуждение мер, которые нужно принять для пресечения многочисленных правонарушений в сфере добычи водных биологических ресурсов на Дальнем Востоке. Незаконный промысел, браконьерство осуществляется с участием организованных преступных групп и сообществ. Остро стоит проблема нелегальных заходов в территориальное море и исключительную экономическую зону России иностранных рыболовецких судов. Так, в прошлом году в Дальневосточном рыбохозяйственном бассейне задержано более 170 российских и 114 иностранных рыбопромысловых судов, осуществляющих незаконную добычу. На совещании были приняты решения по поддержке предпринимателей, занимающихся разведением рыбы, ужесточению наказаний за браконьерство, о более справедливом распределении квот на вылов рыбы. Об этом очень просили представители малочисленных народов Дальнего Востока и жители прибрежных территорий, которые не могут уже попросту заготовить себе рыбы на зиму и посидеть на берегу судочкой. Это тема, с которой мы все обращались. И я, в том числе, за два месяца написал несколько письмов правительству по итогам встреч с нашими рыбаками, с коренными малочисленными народами, вообще со всеми, кто здесь живет и кому рыбалка дорога. О том, что не хватает любительских участков для любительского лова. А те, которые выделяются, они просто усеяны рыбаками и там неудобно это, некрасиво, никому от этого никакой радости. Поэтому это результат наших обращений, моих в том числе, то, что полномочный представитель президента, вице-премьер Юрий Петрович Трутнев нас услышал. И уже на таком высоком уровне эту тему начал продвигать. Поэтому за счет снижения аппетитов рыбопромышленников планируется увеличение площади участков под любительский лов. По итогам совещания всем ведомствам были даны соответствующие поручения.